МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Солидар в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Грузия отказалась вернуть Украине закупленные у нее в 2008 году зенитно-ракетные комплексы БУК. Группа российских врачей потребовала от Владимира Путина прекратить издеваться над Алексеем Навальным и обеспечить его необходимой медицинской помощью. Так же сегодня. Что это значит для бизнеса? Просто рентабельность резко снижается. И в конечном итоге те товары, за которыми так пристально следит правительство, начнут просто пропадать в магазинах. Ими торговать будет невыгодно. Никто не будет этим заниматься. Глава федеральной антимонопольной службы сообщил о согласии торговых сетей снизить в четыре раза на оценки на основные продукты питания. В городе Солидар в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Согласно поступающим сообщениям, в предпринятом штурме со стороны России участвуют в основном подразделения ЧВК «Вагнер» и элитные части армии России. Некоторые из них были переброшены под Солидар из Бахмута, взять которые российские военные безуспешно пытаются с октября прошлого года. Находящийся в зоне боевых действий известный украинский журналист, ныне военнослужащий одной из частей спецназа ВСУ «Тарас Березовец», отмечает изменение тактики, применяемой вагнеровцами при наступлении в Солидаре, а также объясняет, почему основной удар российской армии перенесен из Бахмута именно туда. Враг применяет новую тактику, новую в плане той, что он использовал нечто подобное в районе Бахмута. Нужно сказать, что ситуация на Бахмуте сейчас, скажем так, несколько улучшилась. Условно говоря, в сравнении с Солидаром, именно на Солидар противник перебросил все свои наличествующие резервы из числа частной военной компании «Вагнера», российских десантников и так называемых мобилизованных. Атаки осуществляются малыми штурмовыми группами в составе от 4 до 15 военнослужащих. Как правило, они штурмуют позиции в составе 8 человек. Враг подвигается максимально близко к позициям украинской армии, максимально быстро закапывается. Каждый из вагнеровцев несет на себе РПГ «Шмель», несет достаточное количество боекомплекта. Традиционно они воюют без бронежилетов, без касок. Поскольку каждый килограмм на теле на вес золота, если вы тащите на себе бронежилет весом от 8 до 15 килограммов, плюс каска, это создает для вас дополнительные ограничения. Проще вместо этого взять дополнительные БК, взять вместо этого дополнительные РПГ для осуществления штурмовых действий. Кроме того, в городе минусовая температура очень холодна в течение ночи. Температура опускается где-то до минус 18 градусов, и по большому счету проще на себя надеть больше одежды, чем одеть железо, которое, как вы понимаете, создает для вас еще более некомфортные условия ведения действий. Поэтому, поскольку контактные бои ведутся в домах, часто в подвалах, большого значения наличие брони в данном случае не имеет. Имеет значение мобильность. Еще забыл упомянуть, что большие штурмовые группы врага также используют, они переносят с собой АДС автоматические и гранатометы. И крупнокалиберные пулеметы «Утесы». То есть, в принципе, у них все централизовано. То есть, малые штурмовые группы несут стрелковое оружие, несут на себе шмели, а более крупные несут уже крупнокалиберные пулеметы и мобильные гранатометы. Нужно также учесть, что враг не считается с потерями. У них огромные потери были в районе Бахмута, в районе Солидара все будет очевидно для них еще более печально. И мы наблюдаем, что сообщают наши бойцы непосредственно с поля боя, что враг очевидно по-прежнему находится под влиянием каких-то препаратов, поскольку даже тяжелораненые бойцы противника продолжают ползти и пытаться атаковать украинские позиции. И, собственно говоря, сам генштаб вооруженных сил Российской Федерации и ЧВК «Вагнер», они считают собственных потерь, тела своих военных они оставляют на поле боя, часто используя их в качестве укрытия. То есть, они выстраивают укрытие в буквальном физическом смысле из тел собственных военнослужащих погибших, укрываясь за ними. Мы не ведем потери конкретно под Солидаром нашего противника. Мы можем сказать, что под Бахмутом, начиная за все время с апреля месяца, в окрестностях Бахмута и самом городе, непосредственно погибли, по самым скромным оценкам, от 12 тысяч российских военнослужащих. Очевидно, что их потери в Солидаре колоссальны, но, как минимум, мы можем говорить о нескольких сотнях погибших в течение суток. Поскольку штурмовые действия предпринимаются в течение всех последних 10 дней, без перерыва волнами все это идет, то мы говорим уже, как минимум, о нескольких тысячах погибших российских военных и наемников из Чайкова. Природные условия в районе Бахмута намного более сложнее. Там большое количество лесопосадок, большое количество заболоченной местности, и они не достигли практически никакого успеха. В ходе штурмов, которые они осуществляют, начиная с апреля месяца, активная фаза, попыток взять Бахмут ведется с октября месяца, безуспешно. Солидар в этом плане легче взять, поскольку там более способствующие природные условия. Вокруг города нет такого количества посадок, нет такого количества заболоченной местности. И они убедились в том, что штурмовые действия, лобовые в отношении Бахмута, дей эффекта не имеют. В то же время попытка захватить Солидар имеет целью, с одной стороны, перерезать одну из двух ключевых трасс, которые ведут на Бахмут. Если они возьмут Солидар, они будут полностью простреливать трассу, связывающую уже Славянск с Краматорском. И кроме того, это усложнит снабжение и боевые действия для украинской армии в самом Бахмуте. Это был украинский журналист, сейчас военнослужащий одной из частей спецназа ВСУ Тарас Березовец. Напомню, он находится в зоне боевых действий. Между тем, в Самаре петиция с требованием опубликовать имена тех российских военных, кто погиб при обстреле оккупированной Макеевки в новогоднюю ночь, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» собрала почти 50 тысяч подписей. Автором соответствующего обращения к министру обороны России Сергею Шойгу, опубликованного на сайте change.org, указан бывший сотрудник штаба Алексея Навального, член Либертарианской партии Сергей Подсытник. Петицию поддержали такие организации, как «Самара против войны», «Движение весна», «Издание протокол» и «Штаб самарских депутатов». Тем не менее, военком Самарской области полковник Алексей Вдовин заявил, что списки погибших и пострадавших в Макеевке публиковаться не будут. И объяснил это тем, что такими данными могут, по его мнению, воспользоваться вражеские разведки. Вот фрагмент интервью Вдовина самарским СМИ. Будут ли опубликованы списки по пострадавшим в Макеевке? Нет, списки никакие опубликоваться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семьи военнослужащего, либо при обращении, либо порядок военнослужащих, когда производится оповещение персональных сотрудников военных комиссариатов. Почему нельзя опубликовать списки? Списки нельзя опубликовать, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения авторационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, Это был военком Самарской области полковник Алексей Вдовин. Пока страны НАТО объявляют о намерении предоставить вооруженным силам Украины все больше как оборонительных, так и наступательных вооружений, в грузино-украинских отношениях появился новый раздражитель. Как выяснилось, еще на первом этапе войны в Украине Киев просил Тбилиси вернуть зенитно-ракетные комплексы БУК, которые Грузия купила у Украины незадолго до так называемой пятидневной войны 2008 года. Однако украинское руководство получило отказ. Власти Грузии объяснили свою позицию опасением новой агрессии со стороны России в случае передачи оружия Украине. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. О секретных переговорах между Киевом и Тбилиси на начальном этапе так называемой специальной военной операции рассказал «Временно поверенный в делах Украины в Грузии» Андрей Касьянов. В статье, опубликованной в газете «Европейская правда», господин Касьянов отметил, что Украина просила Грузию вернуть зенитные комплексы БУК, переданные грузинской армии в 2007 году. Эти комплексы сыграли важнейшую роль в ходе российской агрессии 2008 года. Именно с их помощью грузинским силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько российских бомбардировщиков, наносящих удары по всей территории страны. Кроме того, по словам Андрея Касьянова, Украина запросила у Грузии передачу противотанковых комплексов «Джавелин», которые грузинская армия получила от США. Судя по всему, в этих переговорах участвовал и Вашингтон. По крайней мере, Андрей Касьянов ссылается на то, что американцы были за передачу «Джавелина» в Украине и обещали Грузии взамен поставить еще более современные противотанковые комплексы. То, что рассказ украинского дипломата «Полная правда», косвенно доказывается тем, что грузинские депутаты неоднократно намекали в СМИ о неких тайных предложениях США в первые недели войны в Украине, когда Вашингтон, по словам, например, лидер оппозиционной партии «Стратегия-строитель» Георгий Вашадзе обещал Грузии военную помощь на несколько миллиардов долларов в будущем в обмен на немедленную передачу Украине оружия советского производства. Откровение Андрея Касьянова вызвали в Тбилиси бурную реакцию. Депутат отправящей партии «Грузинская мечта» Раты Иона Тамишвили сказал, что Украина Грузии ничего не дарила в 2007 году, а продала комплексы БУК, поэтому они по праву принадлежат грузинской армии. А по словам депутата Гурама Мачарашвили, в Киеве есть силы, заинтересованные в открытии Второго фронта на грузинской территории. Это была цитата. Судя по всему, вопрос передачи оружия весной прошлого года и стал истинной причиной резкого ухудшения грузино-украинских отношений. Президент Зеленский отозвал из Тбилиси посла, обосновав свое решение о моральной позиции грузинских властей. Непосредственным поводом понижения статуса дипломатического представительства Украины в Грузии стал запрет правительства Ираклия Гарибашвили на выполнение чартерного рейса из Тбилиси в Варшаву. На борту самолета были десятки грузинских добровольцев, готовых принять участие в обороне украинской столицы, окруженной тогда российскими войсками. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода Тбилиси. Вчера стало известно, что против депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского от партии «Яблоко» и его бывшего коллеги Максима Резника заведены административные дела по статье о дискредитации российской армии. Сегодня поступило сообщение о том, что дело по этой статье возбуждено и против бывшего председателя партии, депутата Законодательного собрания Республики Коми Эмилии Слабуновой. Причем, по информации независимого журналистского проекта «From Korea with Freedom», заявление на Слабунову в ФСБ МВД Следственной комитета прокуратуру написал депутат от «Единой России» Леонид Леменчук. На мои вопросы ответил Борис Вишневский, который еще 3 апреля прошлого года опубликовал в Телеграме открытое письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку сообщений о ситуации в Буче, которые российские власти называли фейком и провокацией. Борис, вам уже известно, какие конкретно претензии предъявляются вам и Максиму Резнику в рамках возбужденных административных дел о дискредитации российской армии? Нет. Во-первых, отвечать могу только за себя. Во-вторых, меня не приглашали для составления протокола, не уведомляли об этом. Оснований для его составления я не знаю. Единственная информация, которую я располагаю, это то, что вчера судье было передано это дело для решения вопроса, принимать его к рассмотрению или не принимать. Я вообще полагаю, что судья должен вернуть протокол в полицию, как составленный с гробными нарушениями, потому что я не приглашался на его составление и не мог сформулировать свои возражения. С чем это связано, я не знаю. Меня найти очень несложно. Вообще трудно представить, что нельзя было найти депутата ЗАГСа в Петербурге, чей телефон и электронная почта известны половине города и уж точно известно правоохранительным органам, в котором я веду постоянную переписку. Ну, вообще действия российских властей в отношении Украины вы подвергали сомнению с самого начала так называемой специальной военной операции. Понятно ли вам, почему это дело возбуждено именно сейчас? Это элемент давления практически аналогично. Такое же дело возбуждено против моей коллеги из Яблок Эмилии Слабуновой. Около 40 человек из Яблок находятся под преследованиями. Многие штрафованы, у нескольких человек уголовные дела. Все это продолжается. И это кампания давления и запугивания единственной политической силы, которая занимает открытую антивоенную позицию. При этом я, например, абсолютно уверен, что все, что я говорю, пишу, оно все законно. Оно не противоречит даже тем, на мой взгляд, чудовищно несправедливым законам, которые у нас сейчас существуют. Я ищу такие формы выражения своих мыслей, чтобы все все понимали, но чтобы невозможно было к этому придраться с точки зрения законодательства. А ваш статус депутата законодательного собрания Петербурга, он дает вам какую-то защиту от административного, ну или, возможно, даже уголовного преследования? У меня нет никакого иммунитета. Мой коллега Александр Шушлов не так давно был оштрафован по такой же статье. Тоже за якобы дискредитацию. Я был у него на суде, как и другие наши коллеги. Ему вменили то, что он не встал, когда предложили почить память Владимира Жириновского. Причем тут дискредитация вооруженных сил мы понять так и не смогли. И как, по-вашему, в ближайшее время могут развиваться события? Мы ждем, будет ли дело принято судьей к производству. Это первый шаг. Если судья вернет его в полицию, заявив, что протокол не соответствует закону, ибо я не был приглашен на его составление, это одно развитие событий. Если принят производство, тогда вместе с адвоката будем вырабатывать линию защиты. Но сперва надо понять, в чем вообще они меня обвиняют. А это неизвестно. А есть ли у вас возможность поднять этот вопрос непосредственно на заседании Законодательного собрания Петербурга? Нет, это не вопросы, которые обсуждаются в ЗАГСе. Это деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Они нам не подчинены и не подконтрольны. На мои вопросы отвечал депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе сегодняшнего пресс-кола пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отвечал, среди прочего, на вопрос о том, следит ли Владимир Путин за состоянием здоровья режиссера, автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова, попавшего в больницу, как предполагают СМИ, с воспалением легких на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Вот что сказал Песков о реакции президента России на госпитализацию Михалкова. Ну какая может быть реакция? Может быть только одна. Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего оздоровления, как и мы все. Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Между тем, большая группа российских врачей обратилась к Путину с открытым письмом, потребовав прекратить издевательство над оппозиционером Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Текст письма опубликовало издание «Медуза». В нем говорится, с медицинской точки зрения очевидно, что Алексей Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии. Перед самым Новым годом Навальный в десятый раз за время своего заключения попал в штрафной изолятор, а его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навальный сейчас серьезно болен, возможно из-за того, что к нему в камеру специально подсадили заключенного, зараженного гриппом. Вот что сам Алексей Навальный написал в своем посте в социальных сетях, читает диктор YouTube-канала Навальный Лайф. Все-таки свое юбилейное 10-е ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тюремные упорята не поленились и собрали свою комиссию выходной 31 декабря специально для меня. Осужденный Навальный, оператор поста видеонаблюдения зафиксировал, что вы умывались в 5.24 утра, тогда как по распорядку у вас подъем в 5, а умывание в 6. Учитывая тяжесть нарушения, так и сказали честно, вы будете выдворены в штрафной изолятор на максимальный срок 15 суток. Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей. Бомжа? Он грустил. И психа? Он выл и орал за дверью. Новый год в ШИЗО проходит как и любой другой день. Подъем в 5, отбой в 21. Так что впервые шестилетнего возраста я просто спал всю новогоднюю ночь. В целом я доволен. Люди деньги платят, чтобы встретить Новый год как-то необычно, а у меня бесплатно получилось. Только немного беспокоит депрессия моего соседа-бомжа. Наверное, лучше теперь называть его трактористом. Я его все же очень прилично отмыл, а по профессии он тракторист. Его выпустили 3 января, а 4-го снова ко мне привели. Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больным гриппом. Здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне, в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит. Не болейте в новом году. Это был пост оппозиционера Алексея Навального, опубликованный в социальных сетях. Его читал диктор YouTube-канала Навальный Лайф. Владимир Путин сегодня в Кремле принимал главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. В ходе этой встречи Путин подчеркивал важность сдерживания инфляции в России. Шаскольский, в свою очередь, отчитался о согласии торговых сетей резко снизить наценку на основные продукты питания, что, по его мнению, должно сдержать рост цен. Вот что сказал Максим Шаскольский. Есть еще одно ваше поручение. Оно касается наценок в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары. К нами проведена работа и в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. Кроме того, приведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор. Федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар, также наценку не выше 5%. Это был глава федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский, фрагмент его сегодняшней встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Входит ли в функции антимонопольной службы регулирование наценок на продукты питания? Почему именно ФАС добивается от торговых сетей снижения наценки аж в 4 раза? Об этом я спросил экономического обозревателя радио Свобода Максима Бланта. Да, конечно же федеральная антимонопольная служба не обязана следить за уровнем наценок на полках магазинов по сравнению с оптовыми ценами. Но ценам действительно уделяется огромное внимание особенно в последнее время. Соответственно поэтому федеральную антимонопольную службу всячески используют для того, чтобы хоть как-то сдержать цены на российских прилавках. А поводов для беспокойства достаточно, потому что импортные товары растут ценнее из-за того, что прекратились легальные поставки, а нелегальные поставки дороже. Одесчные товары дорожают из-за того, что даже те компании, которые производят продукты питания или что-то другое, используют импортное оборудование, запчасти, материалы, и у них стоимость растет. Поэтому инфляция выбрана в качестве такого маркера благосостояния. И поэтому всякий раз, когда инфляция снижалась в прошлом году, Путин не без гордости говорил о том, что вот у них-то там в Европах и за 20% есть в некоторых странах инфляция, а у нас все-таки вот прилично. Что это значит для бизнеса? Просто рентабельность резко снижается и в конечном итоге те товары, за которыми так пристально следит правительство, начнут просто пропадать по магазинам, потому что ими торговать будет не выгодно, никто не будет этим заниматься. И прямой путь к дефицитам. Мнение экономического обозревателя радио Свобода Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». В столице Бразилии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который продлится как минимум до конца января. Решение ввести такой режим было принято после того, как сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье взяли штурмом президентский дворец, здание парламента и Верховного суда в знак протеста против фальсификации по их мнению на президентских выборах, победителем которых был объявлен Луис Инасио Лула Досилва. Досилва заявляет, что все участники беспорядков будут наказаны. Правоохранительные органы Бразилии считают, что штурм государственных зданий был спланирован. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. О том, почему сторонники Болсонару пошли на штурм аж через неделю после инаугурации Досилвы и уместно ли параллели с захватом здании Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года рассуждает главный редактор журнала Латинская Америка профессор Виктор Хейфиц. У меня вообще сложилось ощущение, что это жест отчаяния. Тем более, что это было сделано уже после того, как власти объявили, что если подобные акции произойдут, то могут быть использованы федеральные силы, включая армию. После этого через какое-то количество часов они пошли на штурм. У них совершенно явно, сколько мне говорилось, нет единого координирующего центра, потому что ничего подобного в других городах страны не произошло, хотя в декабре акции были скоординированы. Бальсонару называют бразильским трафом, только Лула, не бразильский Байден, и Бразилия не полная копия США, поэтому Бальсонару несет значительную долю вины за подобное развитие событий, потому что он активно раскачивал ситуацию, он активно убеждал своих сторонников, что выборы спальсифицированы. Он ведь на самом деле до конца и не признал победу Лула, он сказал, что да, мы будем сотрудничать с новым правительством, но нигде и никогда он публично не произнес слова о том, что он признает в итоге выборов. И в итоге часть его сторонников по-прежнему убеждена, что выборы у них украли, и что на выборах имел место обман. Доказательств никто ни разу не доказал, даже приблизительно. Более того, суд рассматривал иск и пришел к поводу, что это не соответствует действительности. Но Бальсонаро и в этой ситуации помолчал. Конечно, он раскачивал ситуацию активно. Надо вспомнить, что предшествующие годы пребывания власти коалиции во главе не конкретно Лула, а партии трудящихся, которые во главе Лула долгие годы, они ассоциируются с значительным размахом коррупции. Не только связан с партией трудящихся, но и с ПТ прежде всего. И Лула получил в свое время не один президентский срок, потом отмененный Верховным судом. У многих бразильцев Лула один из символов коррупции. Они ему не очень верят. Надо понимать, что Лула сейчас на выборах побеждал не как в первые два срока, не как символ надежды, а как символ противостояния Бальсонаро превышал. Потому что Бальсонаро достал многих бразильцев еще больше, чем партия трудящихся. Они были готовы проголосовать за чертом ступе лишь бы не за Бальсонаро. И даже при этом страна раскололась ровно пополам. Даже при этом Лула набрал чуть больше половины голосов, но и Бальсонаро набрал чуть меньше. Бальсонаро получил на выборах на самом деле в миллионах голосов столько же, как он получил на прошлых выборах. Он не уменьшил число своих сторонних. Если мы посмотрим на карту Бразилии, то север и северо-восток Бразилии очень четко проголосовали. Они окрашены в красный цвет, считают символы партии трудящихся. И юг в Бразилии очень четко окрашен в синий цвет сторонников Бальсонаро. В общем, юг это более богатый и средний класс. Север и северо-запад это более бедные районы. В Сан-Паулу, к примеру, где центр бразильской силовой активности, Бальсонаро и первому, второму туру победил. Это очень показательно. На самом деле в Рио в столице федеральном округе бальсонаристов тоже больше, чем тех, кто проголосовал за Луло. Но это в то же время не голосование по принципу левой-правой, потому что за Луло голосовали и многие правоцентристы, и собственно его вице-президент, его же бывший соперник на одних президентских выборов, он правоцентрист, вышивший право своей партии, уступивший не за логовору другую. А за Бальсонаро голосовали не только сторонники Бальсонаро, но право преимущественно со мной право. Внутриполитическую ситуацию в Бразилии комментировал главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор Виктор Хейфиц. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.